Сегодня мы будем печь тыквенный хлеб. Суслон – это образовательный проект об истории хлеба и хлебопечения с небольшими элементами кулинарного шума. Само слово «суслон» – очень старое слово. Несколько снопов, поставленных в поле для просушки колосьями вверх и покрытых сверху снопом же, назывались суслоном. Суслон – бережет зерно, бережет историю. Для начала мы делаем опару. Для этого нам нужна будет мука, вода и закваска. Опара делается всегда одинаково. Для этого мы берем нашу емкость, всыпаем туда муку и добавляем воды. После чего уже можно добавить закваску. Все это перемешать и поставить на 4 часа в теплое место, чтобы опара поднималась. А мы пока обратимся к истории. И сегодня у нас хлеб Месопотамии. Середина 4-го тысячелетия до н.э. Время возникновения цивилизации в Южной Месопотамии. В исторических трудах начала 20-го века связывалось с приходом шумеров на эту территорию. 28-24 века до н.э. Ранний династический период. Время существования и расцвета первых городов государств Месопотамии. Время первых ее достоверных правителей, объединенных в древнейшие династии. Аккад – первое централизованное государство в истории Месопотамии. Первая местная деспотия и первая месопотамская держава, объединившая многочисленные города государства этой страны. Она была крупнейшим государством мира своего времени. На пике могущества ее правитель носил титул «Царь четырех сторон света». После падения Аккада начинается период Вавилонских царств, примерно с 2000 года до н.э. Государственность Аккада послужила эталоном для последующих ближневосточных держав. Шумерская цивилизация – это родина письменности. Одним из первых памятников письменности является Кишская табличка, найденная на месте древнего шумерского города Киш. Она была датирована периодом Урук. Это около 3500-3200 годов до н.э. Табличка сделана из песчаника, исписана протокленописными знаками и еще не расшифрована. Но, скорее всего, это какие-то хозяйственные записи, а не поэзия. Оригинал находится в Багдадском музее. Вообще, местом, где появилась письменность, по праву считается древний город Урук на территории Ирака. Об этом даже говорит дорожный знак, установленный недалеко от раскопок этого города. Одним из древнейших письменных документов является глиняная табличка размером 8 на 8 сантиметров, найденная при раскопках древнего шумерского города Урук. Она датируется 300-ми годами до н.э. И там чуть более 5000 лет назад. И эта находка имеет отношение к хлебу. На этой табличке содержатся сведения о продаже ячменя. Пиктограммы раскрывают тайны древнего товарного чека. Вот как ученые расшифровали пиктограммы. В центре нижней части таблички изображен сноб ячменя. Слева от него кирпичное здание с трубой, вероятно, пивоварня. Внутри сосуда также изображен сноб. Он показывает, что из него нужно сварить пиво. Указан даже период времени, в течение которого поставлялся товар. Три больших круглых углубления и семь маленьких говорят о том, что этот период составлял 37 месяцев. Кроме того, указано, что было получено 29 086 меры ячменя. В верхнем левом углу над сосудом с ячменными снопами находятся два символа. Предположительно, они звучат как Кушим. Ученые предположили, что это подпись, означающая имя продавца. Ведь стоит это слово в конце предложения, и эта мысль вполне логична. Если теория верна, то Кушим – это самое первое известное в истории человечества имя, которое было написано. Еще одна табличка из Урука, возрастом 5000 лет, показала, что работникам в Уруке подденно платили пивом. На ней присутствуют два знака – голова человека, который ест из миски, паек, и конический сосуд – пиво. Количество царапин на поверхности таблички означало количество сосудов с напитком, которые выдавались определенному работнику. Фактически, это древнейшая зарплатная ведомость. Среди прочего, на раскопках в Уруке, была найдена изящная культовая ваза из алебастра, высотой в один метр. На ней художник изобразил множество сцен, отражающих жизнь, обычаи и обряды шумеров. Рельефные украшения на этой вазе расположены тремя горизонтальными рядами, нижняя из которых, в свою очередь, состоит из двух частей. Над животворными водами буйно колосятся хлеба, а над ними пасутся стада тучных коров и телят. Шумерские эпосы Гильгамиши – самое древнее литературное произведение. Среди прочего, в нем говорится о том, что дикарь Энкиду учится быть цивилизованным. Для этого он ест хлеб и пьет пиво. Это главные символы благ цивилизации, недоступные диким людям. Энкиду успешно цивилизуется, и становится лучшим другом Гильгамиша, царя Урука. Шумеры полагали, что создателем мира является бог Энки. Его созидательно-организаторская деятельность касается возделывания земли и выращивания растений. Взяв в руки плуг, Энки проложил на девственном поле священные борозды, чтобы там произрастали хлеба. С ростом могущества шумерских правителей происходило увеличение количества людей царя, ремесленников, работающих на правителя, что в свою очередь вызывало расширение дворцового хозяйства. Людям царя полагалось довольствие, следовательно, расширялись пекарни и кухни, увеличивался штат кухонных работников. Правители стали строить даже специальные, так называемые, дома-помола. В каждом из таких домов трудилось порой до 300 человек. Так, в годы правления Шульги, в одном только Лагаше, царю принадлежало три таких дома. В самом большом из них работало 325 человек. Царские пекари снабжали хлебом не только дворцовых работников и ремесленников. Часть хлеба продавали горожанам. Даже при том, что в каждом шумерском доме стояла собственная печь для выпечки хлеба, горожане покупали государственный хлеб. Так известно, что одна из пекарен в городе Лагаше каждый месяц потребляла около 100 тонн муки разных сортов. Не менее широко было поставлено и пивоваренное дело. В том же Лагаше одна из царских пивоварен перерабатывала в месяц примерно 150 тонн ячменного зерна. Здесь мы видим изображение гири весом в половину мины 248 грамм, которая была введена царем Шульги. На ней имеется изображение серпа луны. Самым известным из вавилонских царей является Хамурапи, царь Вавилона. Он прославился своими законами, самыми древнейшими в мире. В них также есть упоминание о хлебе. Если кто-нибудь поленится укрепить свою плотину, и вследствие того, что плотина была не укреплена им, в ней произойдет прорыв, и водою будет затоплен полевой участок, то тот должен возместить уничтоженный им хлеб. При раскопках кургана под названием Балават в 1877 году, недалеко от современного города Масува, были найдены деревянные ворота, окованные бронзовыми полосами с множеством изображений. Эти ворота относятся ко времени царствования Салманасара II, который начал править Ассирией примерно в 860 году и умер в 825 году до н.э. На бронзовых полосах великих ворот Балавата запечатлены воинственные деяния Салманасара II. Наряду с изображением колесниц и воинов мы встречаем изображение полевого лагеря, где мужчины готовят хлеб к возвращению победоносных солдат. Мы видим, как они замешивают тесто, формируют из него плоские круглые лепешки и, наконец, складывают их в большую кучу. В нашу готовую опару мы добавляем несколько видов муки и тыквенное пюре. Хлеб называется тыквенный, поэтому основной ингредиент это тыквенное пюре. Это знакомая нам пшеничная мука, это мука ржаная и это необычная мука, это мука из полбы. Полба это одна из древнейших видов пшеницы и вот мы ее тоже употребляем. Все это мы смешиваем на тестомесе. После того, как наше тесто отдохнуло, постояло 50 минут, мы добавляем в него вкусовые ингредиенты. Это соль и сахар, это грецкий орех, если у нас тыквенный хлеб, то это у нас тыквенные семечки, это семя кунжута и горчичное масло. Все это мы вливаем в нашу чашу, всыпаем в нашу чашу и перемешиваем. Подготовленное тесто мы складываем в формы и ставим на 4 часа в теплое место. За это время тесто поднимется и заполнит наши формы. Прошло 4 часа, наше тесто поднялось, мы можем брать формочки, ставить в печь и выпекать. Наш хлеб готов, когда он остынет, мы его порежем. Получился хрустящий золотистый хлеб с семечками и орехами. В следующем эпизоде мы будем печь другой хлеб. Субтитры создавал DimaTorzok